Здравствуйте! О погоде на завтра расскажу вам я, Евгения Неронская. На Дальнем Востоке главным измутителем спокойствия по-прежнему остается монгольский циклон. В эпицентре ненастья с севера Амурской области и юг Якутии там может выпасть до 20 мм осадков, что сопоставимо с половиной месячной нормы. Грозовые дожди дотянутся до юга Хабаровского края и Приморья. В Хабаровске и в Комсомольске на Амуре воздух еще может успеть прогреться до 25-30 градусов, но с приходом дождей резко похолодает. До Сахалина непогода дойдет ближе к пятнице, пока здесь без осадков и относительно тепло. В Южно-Сахалинске 27, а вот на Камчатке в тылу Тихоокеанского циклона около 10-15 градусов, но осадки и здесь прекратятся. А вот в Сибири вплоть до Полярного круга погода жаркая, днем 25-30, при этом в южной половине от Омска до Красноярска кружат локальные циклонические вихри и периодически освежают воздух ливнями и грозами. На Урале температура всего на пару градусов ниже, а дожди только в предуралье, точнее в Пермском крае и в Башкирии. Жарко, но не душно. На Средней Волге там по-прежнему 25-30 градусов, только в Саратовской области пока до 35. Основные изменения завтра коснутся средней полосы. Ее пересечет холодный фронт с запада. Зона осадка в конце дня дотянется до Владимира и Рязани на востоке и до Курской и Воронежа на юге. В Тверской, Тульской областях и в столичном регионе ливни, грозы. При грозах сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Но, к сожалению, этот холодный фронт не затронет изнывающие от жары южные районы. Там по-прежнему 35-40 градусов и ни капли дождя. Более-менее комфортно дышится только на побережье. В Сочи чуть выше 30. А вот на берегах Балтики, хоть и солнечно, но совсем не жарко. В Калининграде 23. В Петербурге и в Москву завтра тоже вернутся дожди. Местами сильные, с грозами. В северной столице не выше 23 градусов, а в Москве до 28.